Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим еще один очень красивый поединок, сыгранный, казалось бы, безобидным вариантом итальянской партии. Дело было в Каннах в 1996 году. Белым играл сильный хорватский гроссмейстер Дражин Сирмек. Ну а черными его коллега по гроссмейстерскому званию, который, видимо, тогда еще пока его не достиг, но был очень сильным международным мастером Альберто Давид. Шахматисты действительно здесь разыграли настоящий спектакль. Эта партия совершенно не шла в одни ворота, и Альберто Давид и Дражин Сирмек создавали свои комбинационные удары, буквально обменивались ими в метельшпиле, но выиграл более маститый соперник. Итак, Дражин Сирмек здесь играл белыми, пошел Е4, далее Е5, КНФ3, КС6, С4, КНФ6. Попытка завлечь белых в гебри защиты двух коней, но белые вежливо отказываются ходом Д3. Далее, С5, КНЦ3. Вот так вот играет Сирмек, он белыми довольно часто избирал это безобидное продолжение. После хода Д6 получается симметричная позиция, так называемый вариант тишайшая игра итальянской партии. С5, атака Каннеля, и черные играют А6. Белые в этой ситуации размениваются на Ф6, КНД5 ставят с темпом, нападая на Ферзя и пешку С7, поэтому Ферзь Д8 и С3. Идея белых продвинуть пешку на Д4, прогнать слона и получить преобладание в центре. Взамен черные получают преимущество двух слонов. Рокировки, далее А6. Черные избрали довольно крепкий ход, таким образом после Д4 они обеспечивают отличную стоянку для своего слона на А7. Белые здесь понимают, что размен на поле Е5 им особо ничего не дает, поэтому тут форточка H3, ограничивая одновременно возможности белопольного слона черных. Далее, ладья Е8, ладья Е1, полезные ходы, позиция примерно равна, и здесь черные вполне могли сыграть слон Е6. Тут никакой вилки после Д4 и Д5 не будет, потому что для этого нужно отойти конем, но тогда черные успеют разменяться на С4. Но в этом положении Давид Альберто решил сыграть в духе варианта Бреера испанской партии, пошел конь Б8. Идея в том, что дальше он может поставить коня на Д7, ну а коня вот этого с Д5 сгоняет ходом С6. Но здесь белые допускают неточность. Нужно было использовать то, что черные поставили уже две свои фигуры на начальные позиции, сделав по одному ходу каждый из них, и сыграть активнее ДЕ. После хода ДЕ Ферзи Е2, с идеей ладья АД1, ну и просто вскрывая позицию, белые получают солидное преимущество. Но Сермейк сыграл попроще. Ферзь Д3, и задумка черных удалась. С6 сыграл Альберто, далее конь Е3, и здесь очень красивый ход Д5. Оказывается, создавая двойное пишечное напряжение в центре, черные хотят здесь сделать вилку после хода ЕД. Сейчас действительно слон под ударом. Если просто отойти, то в дальнейшем будет взятие на Е4, взятие ЕД, и позиция вскрывается в пользу черных. Поэтому белые сами бьют ЕД и Е4. Вот эта тактическая идея, вилка пешечная в центре, конечно же, ведет к выигрышу фигуры со стороны черных, но взамен белые получают как минимум две пешки. Ферзь Д1 отошел Сермейк, тоже поставил свою ферзя на начальную позицию, но после хода ЕФ вывел его на Ф3, где он посматривает на поле Ф7. И в данной позиции черным нужно было вернуть ладью обратно на Ф8, надежно защитив пункт Ф7 и стоящую на нем пешку. И после хода КФ5 просто забрать этого коня. После Ф5 СД, слон Д5, КЦ6 потихонечку раскручивать свои фигуры. Есть у белых тут некоторая компенсация за отданный материал, благодаря тому, что у них кроме двух пешек за коня есть еще инициатива по белым полям. Но все-таки объективно черные здесь со временем должны получить практически выигранную позицию. Но хуже сыграл здесь Альберто и пошел ЦД. В этой ситуации из трех взятий на Д5 лучшим, конечно, является слон Бьет Д5, так как именно этот ход создает угрозу взятия на Ф7. Черные играют ладья Е7, прикрывая и пешку на Ф7, и пешку на Б7, которая также была под ударом обратной батареи белых. Но белые играют здесь КНФ5, нападая на ладью. Оказывается, что в этой позиции брать на Е1 совершенно нельзя. После взятия на Е1 ладья Бьет Е1, черные не избавились от ладьи белых по вертикали Е, ну а катастрофическое отставание черных в развитии не дает им возможности даже уравнять положение. Например, если здесь сыграть КНЦ6, то белые просто разносят позицию черного короля жертвой коня, шах. На ход ГН мы играем Ферзь Бьет Ф7, Король Х8, ладья Е8. Приходится забирать, ну и дальше Ферзь и слон белых просто матуют. Ферзь Ф7 и Ферзь Ж8. Ну а если сыграть упорнее, то есть коня на Ф5 забрать слоном, то тогда Ферзь Бьет Ф5, Ферзь Д7 в попытке защитить пешку на Ф7. Но белые все-таки забирают на Ф7, и после взятия ферзьем следует ладья Е8. У белых всего ладья и слон против Ферзя, ладьи, слона и коня черных, но белые здесь получают выигранную позицию. После КНХ7 слон Бьет Ф7. Очень неудачное положение черных фигур на Ферзьевом фланге позволяет белым отыграть еще одну из этих фигур. Например, после Ж5 слон Д5 с простой угрозой слон Бьет Б7. Черные ничего не могут сделать. На ход слон Б6 забрали и на ладья А7 точнее всего сначала дать шах, а потом забрать на Б8. В итоге у белых абсолютно выигранное окончание целых 4 лишних пешки. Но в этой позиции черные сыграли сильнее ладья С7. Надеются все-таки раскрутиться. То есть вывести фигуры Ферзьевого фланга все-таки одна из них является лишней. Но посмотрите, что делает хорватский гроссмейстер. Он отдает второго коня с идеей пойти ладья Е8. Ну понятно, что тут на Д6 нужно просто забирать. Если пойти слон Е6, то есть красивый ход ладья бьет Е6. И после взятия ФЕ не менее красивая ладья Е1. Понятно, что в случае взятия последует ладья Е8. Ну и в дальнейшем Ферзь и конь белых там будут сильнее неуклюжих фигур черных. Поэтому надо ходить конь С6. Но тогда ладья бьет Е6. Уражает ладья Е8 двойной шаг. Поэтому отходим королем. Конь Ф7. Отдаем здесь качество. Ферзь бьет Ф7. По-прежнему лишняя фигура у черных. Но забрать на Д5 конечно не получается. Ввиду ладья бьет Х6. И далее Ферзь бьет Д5. Здесь Ферзь. И четыре лишних пешки у белых против ладьи слона и коня. Позиция для белых здесь выиграна. Наладить взаимодействие с своих фигур черные скорее всего смогут. Но за это время белые пешки зайдут слишком далеко. Ну а если пойти конь бьет Д4 в данном положении не брать слона на Д5. То тогда забираем слон бьет Д4 ферзь бьет Б7. Здесь две лишние пешки. Но этого тоже достаточно для постепенной победы. Но ферзь бьет Д6. Сыграли черные. Пошли на основной вариант комбинации хорватского гроссмейстера. Цермек зашел на Е8. Далее на король А7 слон бьет Ф7. В случае взятия на Ф7 ладьей белые забирают ферзем. Сейчас у черных три легкие фигуры за ладью и несколько пешек. Но проблема в том что эти фигуры абсолютно не развиты. Например на ход слон Д7 уходя из-под боя белой ладьи можно сыграть ферзь Ж8 и на ход король Ж6 ладья АЕ1. Сейчас белые хотят на Е6 поставить одну из своих ладей что в итоге приведет к выигрышу ферзя и белый ферзь будет противостоять трём очень неуклюжим фигурам на ферзевом фланге и белые там побеждают. Поэтому черные пошли к конь С6. Далее ферзь Е4 шаг Ж6. Именно на этот ход итальянский шахматист но следует громоподобная ладья АШ8. Фейерверк жертв в этой партии со стороны белых продолжается. Отдав двух коней хорватский грацмейстер отдают ещё и ладью для того чтобы завлечь короля на поле АШ8. Понятно что на отход короля на Ж7 последует ладья Ж8 и на король бьёт Ф7 белые матуют форсировано. Ферзь Е8 король Ф6 далее ладья бьёт Ж6 король Ф5 Ж4 король Ф4 и мат Ферзь Е3. Поэтому принимать жертву нужно. Король бьёт АШ8. Ферзь Е8 белые сейчас атакуют всего лишь слоном и ферзём имея материальный дефицит колоссальных размеров. У них не хватает ладьи слона и коня. Но фигуры взаимодействуют настолько слаженно что сейчас создаются серьёзнейшие проблемы королю чёрных. Во избежание немедленного мата чёрным нужно ходить королём на Ж7 и после ферзь Ж8 выскакивать на Ф6 но погоня продолжается. Ферзь бьёт Ж6. Единственный ход король Е7 подключается ладья шах и в этой позиции отход короля ведёт к немедленному мату. Король Д7 ферзь Ф5 что делать? Король Д8 ладья Е8 мат. Ну а если пойти конь Е5 что было в партии чёрные должны уже отдавать обратно то добро которое белые им дали взаймы но после хода ладья бьёт Е5 приходится отдавать ещё и ферзя. Понятно что на ход король Д7 последует слон Е8 шах король Д8 и белые забирают ферзя продолжая атаку. Но здесь последовало ферзь бьёт Е5 ДЕ даже после таких колоссальных жертв со стороны чёрных у них формальное материальное преимущество но по-прежнему их фигуры сгрудились на ферзьевом фланге две из них пока вообще не сделали ни одного хода в этой партии но если пойти например Б5 с идеей фенкетировать белопольного слона то белые очень слаженными действиями ферзя слона и пешки мотуют короля чёрных ферзь Ф6 король Ф8 далее слон Е6 скрытый шах король Е8 ферзь Ж6 и чёрные как бы они ни ходили в итоге получают мат король Д8 ферзь Ж8 далее ферзь Ф7 король вынужден отойти на Д8 и мат ферзём на Ф8 ну партия продлила всего один ход ладья Ц6 пошли чёрные после ферзь Ж8 создается угроза немедленного мата на поле Е8 и чёрные не нашли здесь никакой возможности продолжить сопротивление и просто сдались действительно в этой позиции у белых в атаке всего ферзь слон и пешка но чёрные никак не могут раскрутить свои фигуры чтобы сберечь их и в то же время защититься от мата например в этой ситуации чёрные могли пойти слон Д7 но при этом забирают белую ладью на А8 далее взяли и ферзь бьёт А7 это позиция конечно же для белых безнадёжна примерно такие варианты убедили Давида Альберта в том что после хода ферзь Ж8 пора уже сдаваться вот такая очень красивая партия в тишайшей итальянке два довольно сильных кроссмейстера разыграли настоящий шахматный спектакль ну и конечно жертвенная феерия со стороны Дражина Сермека здесь заслуживает всяческого внимания надеюсь что данная партия вам понравилась не забывайте ставить лайки пишите свои комментарии подписывайтесь на канал шахматы для всех спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания